Привет-привет, мои любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике с вами поговорим о законопроекте, согласно которого хотят принудительно изымать землю, а также там идет речь еще и о недвижимости. Спасибо моим зрителям в Телеграм-канале, которые мне попросили прокомментировать данную новость, скидывали мне видео других видеоблогеров на эту тему, а также присылали какие-то материалы в текстовом формате. Я, честно, особо эти видео и материалы не читал, но изучил то, что есть в открытом доступе, то, что есть на сайте Верховной Раду. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы мы с вами обсуждали те новости, которые интересны в первую очередь вам, переходите по ссылке в описании, будет мой Телеграм-канал, в нем есть чат, скидывайте те вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы с вами обговорили, чтобы я, может быть, их прокомментировал. Я обязательно там все читаю и просматриваю, чтобы понимать, что именно конкретно вам интересно в данный момент. Так что это за такой там законопроект? Проект закону про внесение изменений до деяких законов Украины в чатах примусового вилучения, отчужения земельных делянок и других объектов Неруховного война, что на них размещено с мотивами суспольной необходимости для будивства или реконструкции объектов критичной инфраструктуры. И авторы данного законопроекта, 82-25 его номер, Кириченко Микола Александрович, Герман Денис Вадимович, Вагнер Виктория Александровна. Хочу заметить, что эту новость, я считаю, очень важной. И действительно, что ее должны обсуждать все наши журналисты и все средства массовой информации. А вместо этого обсуждают всякое доебедение и билиберду, о которой я тоже обязательно поговорю в данном видеоролике, в конце его уже, чтобы вы понимали, чем нам забивают мозг и чем нас отвлекают от действительно важных вопросов, те, которых я пытаюсь обсуждать в Ютубе, и те, которые нифига не набирают, к сожалению, просмотров. Ось есть пояснювальная записка, и тут написано обґрунтування необходимости приняття. Внаслідок бойових дій, террористичних акций, диверсий, причинних військовой агресії РФ, на сегодня значна кількость объектов критичної инфраструктуры або зазнали ушкоджень різного ступеня. Тому необходимым є встановлено особливого регламента земельних відносин щодо правосового вилучення, відчуження земельних ділянків, інших об'єктів нарухового майна, що на них розміщуються, з мотиву суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктуры першого та другого категорії критичності. То есть это хотят делать для одной цели, чтобы восстанавливать інфраструктуру. Я, честно сказать, не очень понимаю, стоит какая-то подстанция теоретически, ее там разбили, новую завезли, то там сломали, вынесли, выкинули, новую поставили. Что еще, для чего там надо відчужити, честно сказать, мне до конца это непонятно. Ну, с моей точки зрения. Я ведь не енергетик і не специалист. Я рассуждаю здесь більше по-житейски. Проект закону спрямований на спрощення процедури промислового вилучення відчужинних земельних ділянк, інших об'єктів нарухового майна, що на них розташований, з метою суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичного інфраструктури. Перший та другий категорий критичності. На період дії военного стану протягом 10 років з дня припинення або скасування военного стану. То есть тут становится понятно по періоду. Это буде действовать на весь период военного положення і ще аж 10 лет после того, як военне положення снимут, і оно закончиться. Еще очень нравится мне фраза про спрощення процедури вилучення. То есть за 30 лет депутаты не смогли принять какую-то такую простую процедуру, чтобы в два шага, а лучше в один, кого-то забрать недвижимость либо земельный участок. А тут вони хочуть этим законам эту процедуру максимально сделать легкой, простой і упростити. Для того, щоб совершати з'явити земли либо недвижимости, для этого буде необхідно соответствуюче решення Кабінета Министрів. І, конечно, возникает вопрос, можна ли буде обжалувати, как-то остановити це решення. Стаття 151 вийде забезпечення позову. Не допускається забезпечення позову шляхом. І ось вносять зміни до Кодексу України про адміністративне судочинство. І хочу доповнити. Зупинення рішення Кабміну про примусове вилучення або відчуження земельної ділянки, на якій відсутні інші об'єкти нерухового майна для суспільних потреб, чи з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури, першої та другої категории критичності. Тобто, якщо хазяець захочет це обжалувати, він не зможе наложити арест, зробити запрет на те, щоб це імущество як-то удержати у себе і посредством суда попробувати його відсудити либо затягнути як-то цей судебний процес. При примусовому відчужні земельної ділянки і власник отримує компенсатию, розмір якої визначається відповідно до звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, та звіту про оцінку об'єкта нерухового майна. У разі їх наявності на земельній ділянці. Розмір компенсації за земельну ділянку визначається за експортну грошову оцінку земельної ділянки, проведено відповідно до Закону України про оцінку земель. Розмір компенсації за об'єкти нерухового майна визначається за незалежну оцінку майна, проведено відповідно за Закону України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Обіщають давати даже какую-то компенсацію, Делать оценку этой земли, которую заберут, и соответственно ее выплачивать. Ну вот тут я как юрист хочу сказать, что да, замечательно, что там они это все написали про какую-то оценку, что что-то там кому-то будут даже компенсировать, но тут есть огромное большое «но». В этом законопроекте он не очень большой, я его читал, вычитывал, нигде не написано, в какие сроки должно это все происходить. То есть забирать они это могут без решения суда, на основании решения Кабинета Министров Украины. Если ты это будешь обжаловать, то остановить действие этого решения Кабинета Министров никак нельзя, то есть посудиться здесь очень будет сложно, либо фактически на самом деле не получится. А в тот же момент, когда у тебя это все забирают, они скорее всего за государством регистрируют право собственности на недвижимость и на земельный участок, то уже в дальнейшем по идее должны получить какую-то компенсацию. А самое главное здесь, то что не написано ничего, абсолютно не написано о том, в какие сроки. То есть да, должны там подал какие-то документы, написал какое-то заявление, да мы дадим, дадим, дадим. Когда? Когда будут в бюджете деньги? А когда они там будут? Ну никто же не знает. Когда тогда будут? Когда запланируем, тогда и отдадим. То есть еще один повод, что даже если у тебя все заберут, то еще один повод, чтобы попросту посудиться в дальнейшем с государством и постараться хотя бы свою какую-то компенсацию, свои какие-то деньги назад вернуть. Это, конечно, друзья, пока еще только лишь законопроект, он не принят в Верховной Раде. Но я хочу, чтобы вы знали о таких вот инициативах наших, естественно, зеленых, самых зеленых в мире депутатов, которые подают такие законопроекты. Конечно, мне очень хочется верить, что эта инициатива не коснется простых людей. То есть здесь будет речь идти о том, что, ну, теоретически есть у нас какие-то олигархи, у них там есть какая-то земля, где находятся какие-то, может быть, объекты критической инфраструктуры, и их, соответственно, у них заберут. Есть там какой-то облэнерго теоретически, есть там какое-то лэпоти, линия электропередач или что-то в таком духе, и это у них, возможно, заберут и там выплатят по этой грошевой оценке минимальную какую-то компенсацию. Я, честно, очень хочу, чтобы все-таки это не касалось людей и не забирали у человека какой-то там участок, две сотки, пять соток, десять соток с его домиком, который он там, может быть, всю жизнь строил, а иногда еще и не одно поколение это все строит и за этим ухаживает. То есть до этого, честно, и хотелось бы, чтобы не доводили. И хочу заметить, что про эту новость, которую благодаря моим подписчикам из Телеграма мы сейчас обсуждаем, ну, так сказать, особо, честно, никто нигде и не поднимает и не говорит. Зато везде, я смотрю в Телеграмах, везде вот такая очень важная новость, которая обсуждается, есть. Спойвали та кривдили девчат на камеру. Полиция пройшла с обшуком до организаторов пьяных вечерок. В организаторах пьяных вечерок проводили обшук национальная полиция. Организаторы вечерок, на которых кривдили девчат, уже отримали подозри. Офис генпрокурора. Зеленский відреагировал на скандал із згвалтуванием девчата в Киеве. Эта тема с этими вечеринками, на самом деле, взята из России. Может, они где-то еще там ее за границей, как обычно, подрезали. До нас все доходит постепенно с запада. Был или есть такой блогер на России, Мэл Строй. Он вот это что-то подобное делал, у него каналы постоянно блокировали, но это больше российская тема. И представляете, для того, чтобы расследовать каких-то там девчат кривдилы, девчат волтувалы, для этого сначала написали все пресса, потом полиция национальная, генеральная прокуратура и президент. Ну вот только Байден разве что об этом не рассказал. Для меня это как для юриста вообще шокирующе. Почему, чтобы расследовать какое-то преступление, да это должно доходить там до какой-то генеральной прокуратуры, до президента Украины. У нас шо, получается, правоохранительная система сама по себе не может ничего расследовать, если только Зеленский не скажет, расследовать там, генеральный прокурат скажет, расследовать, начальник полиции главный скажет, расследовать. Только так, а так, ну как бы, и ничего страшного вроде и не происходит. Это первая мысль. Вторая мысль, я считаю, что вот эти все темы так запускаются про каких-то там девчат, про кого-то. Да, это ужасно, преступление, я против насилия и преступления, это понятно, как любой нормальный человек. Но в тот же момент подхватываются такие темы, они вбрасываются. И такие темы, они отвлекают в тот же момент от реальных тем, которые надо нам с вами обсудить. Это темы с вот этой землей. Тема та же вот с этими повестками, то, что мы постоянно обсуждаем. Те темы, которые действительно нужны и интересны простым людям, а не обсуждение какое-то обсасывание по 158-му разу какого-то преступления. Шестеро фигурантов, які знущались над девчатами, отримали повестки. Щось вони не дуже ради. То есть я понял, им дали повестки, дали підозру. Сейчас они возьмут эту повестку, пойдут где-то в ТРО, там чуть-чуть подплатят, как это обычно бывает. А кто живой из армии это будет забирать на какой-то суд куда-то судить? Пусть себе там где-то в ТРО под Киевом воюет или еще где-то там подальше. Бред и абсурд. Честно, по-другому это все не могу назвать. Поэтому, друзья, я советую всем все-таки отличать важные новости от какого-то такого хайпа, от того, что нам специально вкачивают, то, что нам вкидывают для того, чтобы просто отвлечься от важных событий, которые я стараюсь по возможности обсуждать в моих видеороликах. Если вы со мной согласны и не подписались на мой канал, то вы сделали ошибку. Дальше будет больше интересной информации и интересных новостей.